Дня Победы В субботу не только в Таллине, но и в других городах Эстонии люди бесконечным потоком шли к памятникам и мемориалам войны. Здесь можно было услышать непридуманные и неприукрашенные истории из жизни наших ветеранов. Это берущие за душу рассказы о том, как и где им довелось сражаться и, пожалуй, главное, с каким злом они боролись. Я встретил это под латышским городом Лейбава на огневых позициях, в которых стояла наша морская и железнодорожная артиллерия. Это в Австрии, в предгорьях Австрийский Альп. Там, где намечалась встреча наших войск с американцами. Но американцы не попали там. Мы отсалютовали и там разоружили группу. Вот я, в частности, участвовал и руководил. В 11 часов утра на военное кладбище прибыла официальная делегация во главе с послом Российской Федерации Республики Белоруссии в Эстонии. Возложение венков прошло спокойно и торжественно, без речей. Традицию приходить в день победы к бронзовому солдату в Эстонии вряд ли можно назвать формальной. Для каждого это свои собственные минуты памяти и благодарности. А цветы и свечи – лишь малая толика ее выражения. Решения, которые были приняты по ее результатам и закреплены на Нюрнерском трибунале. Я думаю, что это главное для того, чтобы понимать, где проходит вводораздел между добром и злом. И попытки пересмотреть эти результаты и эти решения, уравнять агрессора и его жертвы или обелить нацистских преступников и их приспешников, они, конечно, до добра не доведут. Должна жить память. Она живет, это чувствуется по атмосфере. Мы очень-очень рады, что сегодня здесь присутствуют не только ветераны, а и люди более младших поколений, и дети. И когда есть память, мы будем жить, будет жить наше великое дело. Немало людей старались оказаться возле бронзового солдата уже утром вместе с ветеранами, чтобы поблагодарить тех, кто лично ковал победу. То, что мы победили фашистов, русские победили фашистов 9 мая 1941-1945 год. Началась она 22 июня, закончилась 9 мая. Праздник очень значим для нас, потому что это память. Когда всегда в сердце у нас это память, и мы живем, мы знаем, что такое было, и что с этим надо жить и помнить. Это очень важно для нас. И это очень важно, чтобы молодое поколение об этом помнило тоже. А в марту состоялась церемония перезахоронения останков 97 советских воинов, которые были обнаружены поисковиками отряда «Веронии» и клуба «Фронтлайн» близ Нарвы, озера Вырцьярфа на острове Сарема. По благословению предстоятеля Эстонской православной церкви Корнилия Малибин, попавшим отслужил протеерей Леонтий Морозкин. Поисковики рассказали, что удалось установить личность одного из павших – уроженца Днепропетровской области. Воистину, это был праздник со слезами на глазах. Тем же, кто хочет сделать упор на мифические и политические акции, следует обратить внимание и на то, что в этом году около бронзового солдата было немало тех, кто говорил по-эстонски.